Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем расклад на тему разговор с моей душой. Попытаемся при помощи карта Ро поглубже заглянуть в себя, понять свои желания, понять свои стремления, свои потребности. И в этом нам поможет колода Золотое Таро. Классическая колода. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на себе любимых. Сегодня не будет у нас расклад об отношениях, а поговорим о себе. Любимых, драгоценных, бесценных. Итак, разговор с моей душой. Десятка мечей. Ситуация такова, что кто-то из вас в какой-то сфере своей жизни поставил точку. Что-то закончили, занавес, все, фенита ля комедия. Или же настал правильный момент для того, чтобы что-то завершить. И причем это не внезапно, это не как-то так, вот знаете, спонтанно, да? Внезапно, спонтанно. Это уже назрело. Это давно пора закрывать. Вот эту книгу, эту историю, эту ситуацию уже давным-давно пора закрыть. И вам об этом говорят высшие силы. Если вы уже закрыли эту ситуацию, лист перевернули, или же закрыли старую книгу и собираетесь открывать новую, начинать с нового листа, с чистого, то это правильно. Давайте смотреть, какая вы сейчас, какие энергии вы сейчас проявляете, императрица. Прекрасная женщина. Какая вы лапушка. Замечательная. Этот расклад больше всего, лучше всего подойдет для женщин, которые находятся в отношениях. То есть, в браке сейчас и у вас есть дети, или же у вас есть прошлое, замужество, и для большинства будет так, что есть дети. Или же еще такое будет направление информации. Если вы не замужем, если вы свободны, то значит вы настроены на брак, настроены на семью и на рождение детей. Смотрите, у нас вышла императрица. С прошлым, в прошлом, то есть у этой женщины брак. Или же и сейчас она находится в браке, она окружена здесь даже детками. То есть, вот смотрите, смотрите на эти арканы и делайте выводы. Либо вы сейчас являетесь такой императрицей при семье и детях, или же вы об этом мечтаете и на это настроены. Давайте теперь посмотрим, что вас волнует. Вашу душу сейчас что волнует? Возможно, вы на что-то другое обращаете внимание, но карты Таро нам укажут на этом. Как раз на то, что вам нужны перемены. Причем здесь так может быть, что у кого-то эти перемены случились резкие. Здесь речь идет даже не о той десятке мечей, которая была в начале, а вообще о каких-то переменах любых в вашей жизни. Это резкие перемены. Могут быть здесь и внезапные перемены. Могут быть разрушения отношений или в какой-то сфере жизни вашей что-то рухнуло. И это вас может волновать. Или то, что может рухнуть. Но вы этого не бойтесь. Потому что по башне происходят те изменения и те крушения, которые должны быть. Даже если вам кажется, что крушение ваших надежд и хорошо. И пускай эти надежды уйдут в прошлое, потому что они были беспочвенными. На новом фундаменте, который вы обязательно построите, дальше вы сможете выстроить настоящий крепкий белокаменный замок. Не вот это вот раздолбанное какое-то помещение ветхое непонятное. Смотрите, прям на вершине горы. Вулкана какой-то горы. На вершине вулкана, которое в итоге взорвалось. А по-настоящему надежное крепкое здание на крепком фундаменте в хорошем, уютном месте. Понимаете, да, о чем я говорю? Так что вас могут волновать вот эти вещи. Еще вас могут волновать, конечно, вы знаете, что сейчас происходит в мире. Ситуация очень напряженная. И вас может волновать эта нестабильность, напряженная ситуация. Или же напряженная ситуация в жизни вообще вашей. Это вас может волновать. Скорее всего, вы опасаетесь, боитесь резких перемен. Не хотели бы, чтобы было так. Но еще раз повторюсь, не бойтесь. Потому что те перемены, которые по шестнадцатому аркану, их нужно принять как данность. И просто понимать, что они нужны. Какие сейчас еще вещи вас могут волновать? Давайте так. Какие проблемы сейчас видят в вашей жизни карты Таро? Такое впечатление, как будто вы не можете найти эмоциональный баланс. Являясь человеком очень солнечным, светлым, добрым, очень сильным человеком. Вы сильная женщина или сильный мужчина. Не обязательно здесь женщина. Вы можете быть и мужчиной. Почему нет? Так вот, вам необходим эмоциональный, душевный баланс. Душевная гармония. Эмоциональный баланс. И вот в этом заключается ваша проблема, что, скорее всего, у вас его нет. То есть вам необходимо найти свое внутреннее равновесие. Как это сделать? Это, конечно, отдельный разговор. У каждого своя ситуация. И своя, так сказать, мера этого дисбаланса. Вам необходимо найти гармонию в своей душе. Кстати, очень хорошо, если вы обращаетесь к своему ангелу-хранителю, ангелам-хранителям. Если вы в это верите, если вы понимаете, что вас всегда сопровождают светлые силы, которые вам помогают. У вас очень сильный ангел-хранитель. Обращайтесь к нему, и он обязательно поможет вам. В том числе и в обретении баланса и гармонии. Еще какие проблемы? Еще какие могут быть проблемы? У кого-то из вас могут быть финансовые сложности, трудности, или же период, когда вы понимаете, что нужно деньги или куда-то вложить правильно, или же, может быть, их как-то приберечь. В общем, вас может волновать вопрос сохранения ваших накоплений, если они у вас есть. И вопрос вообще финансово, как устоять в сложных жизненных ситуациях. Или прямо вот сейчас такой период, когда вам нужно сохранить то, что у вас есть. Если у вас есть что-то материальное, что сохранять, если нечего, значит, как вообще хоть что-то собрать и это сохранить. Также может быть так, что в вашей ситуации, в вашей жизни есть история, когда вы не можете кого-то или что-то отпустить. Даже если понимаете, что пора уже это сделать, а все равно как жадина держитесь и не отпускаете. Еще вот такая проблема может быть. Давайте еще проблему одну вытащим, посмотрим, какие могут быть проблемы. Поиск миссии. Вы понимаете, что, может быть, занимаетесь не тем делом, не своим делом, к примеру, не совсем удовлетворены тем, чем занимаетесь. И понимаете, что если вы нащупаете свою миссию, найдете ее и потом широко распахнете двери в этот прекрасный мир, осуществление своих мечтаний и надежд посредством выполнения миссии в этом воплощении, здесь и сейчас, то у вас откроются все потоки благоденствия в вашей жизни. Если вы эту миссию не нашли еще, то значит проблемой для вас является ее поиск. И вам обращают внимание на то, что, пожалуйста, займитесь этим впритык. Если же вы уже считаете, что вы нащупали ее, нашли, открыли или уже развиваетесь в этом направлении, направлении раскрытия себя, своих возможностей, то значит существуют некие блоки, которые вам не позволяют развиваться со всей мощью, со всей силой. Но вообще я больше здесь вижу так, что миссию вам все-таки надо искать, если вы чувствуете неудовлетворенность, работать над тем, чтобы найти свое призвание в жизни, потому что оно у вас безусловно есть, и если вы его найдете, то ваша жизнь изменится волшебным образом. Какие ваши плюсы сейчас? Сильные стороны? Каковы ваши? Ну вы королева жезлов. Активная, страстная, умная, очень привлекательная во всех отношениях, сильная женщина. Даже если вам кажется, что вы малышка беспомощная, это неправда. У вас такой стальной стержень, очень сильный внутри. Вы настоящая королева жезлов. Вы можете добиться абсолютно всего, чего вы хотите. Кстати, вдобавок еще к вашей миссии, здесь идет так, что вам необходима социальная реализация, и вы имеете все способности, все данные для того, чтобы достигать успеха, карьерного роста, именно в социальной реализации. Вы способны абсолютно на все. Вы сильная, активная. Если захотите, если возьмете себя в руки, если поставите правильные цели и разработаете план действий, будете действовать вам под власть на все. Знайте об этом. Кроме этого, вы просто прекрасная женщина. Помните об этом. Цените себя. Еще какие сильные стороны у вас сейчас есть. В то же время вы являетесь, вы очень многогранно себя проявляете, у вас очень интересный темперамент, и вообще ваши личностные характеристики, они играют разными тонами. И вы, по сути, являетесь, кроме того, что королевой жезла, вы являетесь еще и королевой мечей. Женщина с жизненным опытом. И женщина, которая на основании этого жизненного опыта научилась принимать правильные решения и мыслить хладнокровно. То есть ненужные эмоции выключать. И если вы считаете, что вы до конца как бы этому не научились, то, по крайней мере, все уже предпосылки для того, чтобы проявлять себя в жизни как королева мечей, у вас есть. Самое главное – это жизненный опыт, какой бы он ни был. Сложный. Давайте не будем перечислять, да какой. Но вот, кстати, сложный жизненный опыт чаще всего и вылепливает из нас, ваяет из нас королев мечей. И в этом плохого ничего нет. Потому что королева мечей – это женщина здравомыслящая, которая умеет включать здравый вообще смысл, здравый рассудок. Кроме этого, вы можете быть интеллектуально развиты хорошо, потому что королевы мечей – это интеллектуалки, это женщины умные, далеко не дурочки, никак не пустышки. Еще ваши сильные стороны какие? Вы умеете мыслить масштабно, вы умеете мечтать. И еще раз скажу, что если вы захотите, то вам, по сути, подвластны любые перспективы. Перед вами открыт весь мир. Земной шар держите в руках. И это ваш большой плюс, что вы мыслите перспективно, масштабно, и при вашем желании, естественно, при ваших адекватных действиях перед вами расстилается весь мир. Знаете, что у вас огромное количество возможностей. И вы, если не будете лениться и закрываться где-то там в своей раковине, забиваться в свой уголочек, там уютненький, тепленький, и не выходить из зоны комфорта, то, конечно, тогда о каких достижениях может идти речь. Но вы можете и умеете выйти из зоны комфорта, которая является для нас огромным тяжелым якорем. И помните, что без выхода из зоны комфорта не будет успеха и не будет движения вперед. И вы такой человек, который можете это сделать. Еще какие сильные стороны у вас есть. Вы очень эмоциональные. Я не буду говорить, что вы влюбчивы, но если вы уже эмоционально почувствовали с мужчиной в частности, нам мужчина именно показывает. Если вы очень чувствуете, во-первых, людей, и если вы почувствовали родственную душу на эмоциональном уровне, вы поняли, что это ваш человек, то вы можете с ним, с этим мужчиной, с этим человеком, раскрыться так, что вы подарите ему целую вселенную эмоций и чувств. То есть тепла душевного у вас огромное количество. Просто вы эльдорадо душевного тепла и эмоций красивых, чистых. Вас могут привлекать такие вещи, как творчество любого-любого порядка, любой вид творчества. Вы можете вязать, вы можете любить театр, вы можете любить искусство, вы можете играть на музыкальном инструменте, вы можете готовить замечательно, прекрасно, там, тортики те же печь, или мясо шикарно жарить. Вы можете рисовать. Ну, в общем, всё, что угодно, связанное с творчеством, эти способности у вас есть, и вам необходимо их развивать. Потому что, когда вы будете в творчестве проявляться, это будет благоприятно влиять на все сферы вашей жизни. На что сейчас вам хотят указать карты Таро? Мы рассматриваем ваши потребности, ваши сильные стороны, ваши слабые стороны сейчас. Давайте так. Сейчас я спрошу сначала. А чего хочет ваша душа сейчас? Чего хочет ваша душа? Хочет страсти, хочет ярких впечатлений, хочет... Многие из вас хотят, чтобы в вашу жизнь пришёл такой мужчина, который реально пришёл, увидел, победил. И чтобы он был равным вам по силе воли, по силе духа, а может быть, даже и сильнее. И где-то как-то вот, даже если это у вас не на поверхности, а где-то на подсознании, вы всё равно хотите, чтобы был такой мужчина, такой партнёр рядом с вами, за которым вы могли бы быть, если вы женщина, как за каменной стеной. Чтобы он был даже где-то, возможно, доминирующим, но это красиво доминирующим, чтобы он не подминал вас и вашу волю, а чтобы просто был вам опорой и защитой. Вообще вы хотите страсти, яркости, ярких впечатлений, встрепенуться, чего-то вот душа ваша просит такого яркого и прекрасного. Страсти хотите. Во многих отношениях, здесь не только в плане любви, любовных отношений. Если вы мужчина, значит, вы тоже хотите страсти, яркости, и вы хотите такую страстную, сексуальную женщину, просто гитеру. Вот, и тоже хотите, чтобы это была сильная женщина, скорее всего, вам не нужно, чтобы это была совсем там мягкая, пушистая кошечка, безответная, да, что хочешь, то с ней и делай, она даже тебе отпора не может дать. Так что вот так. У вас есть потребность в партнёрстве с сильным человеком, и у вас есть потребность в ярких, страстных, красивых переменах, впечатлениях в вашей жизни. Чего ещё просит ваша душа? Страсти просит точно. И ещё давайте я сразу вот так выложу три аркана. Вы хотите ясности. Вы не хотите, если вы вот сейчас зашли в некий тупик и чувствуете, что выхода не видите, не понимаете, какое решение принять. Так вот, знайте, что вы сами можете, будучи королевой жезлов, будучи королевой мечей, вы способны взять себя в руки, поставить свой мозг на место, разложить всё по полочкам у себя там в голове, возможно, при помощи специалиста, не знаю, таролога, психолога, как вам будет угодно, и выйти из этого тупика. То есть вы способны принимать правильные решения. И если вам кажется, что вы находитесь, как слепой котёнок в непонятной ситуации, то это не так. Вам подвластно решение любой проблемы. Вы умеете за себя постоять. Иногда вам хочется с кем-то поконфликтовать, выяснить отношения, предъявить свои права, защитить себя, допустим. Так делайте это. Но делайте, конечно, это мудро, не глупо. Что значит конфликтные энергии? Это не значит, что с кем-то пойти в магазине поругаться или на работе. Нет, но если вы чувствуете, что есть несправедливость, и если вы сейчас чувствуете, что есть некая несправедливость в отношении вас или кого-то другого, то вам говорят, что вы действуете, защищайте мудро, правильно, смело свои права или если вы кого-то хотите защитить. Потому что выход есть всегда, и варианты решения проблем есть всегда. Чего ещё хочет ваша душа? Чего она ещё хочет? Для кого-то идёт так, что у вас душа требует обучения. Вам хочется чему-то учиться. Вам хочется подниматься в уровне своего интеллектуального развития и духовного развития. И здесь такой посыл, что и не бойтесь, не сомневайтесь, начинайте чему-то обучаться. Даже если нужны капиталовложения, эти капиталовложения обязательно у вас окупятся в будущем, потому что вы вырастите из ученика в настоящего мастера. Ещё этого хочет ваша душа. Для кого-то из вас здесь может быть так, что если вы, допустим, бездетны, вы можете хотеть ребёнка родить. Или же, если, допустим, у вас есть дети, но они уже взрослые, и вам внуков никак не родят, вы, может быть, хотите внуков. Здесь тоже по этому аркану может быть так. Давайте теперь посмотрим, на что хотят обратить ваше внимание высшие силы. Какие акценты сделать? На то, что вам необходимо обновление. Вам просто необходимо в жизни обновление. Новый путь. Не зря же у нас на дне колоды вышла десятка мечей. А на что обращают внимание высшие силы вам, как совет дают? Во-первых, вам необходимо обновление. Открыть в двери во что-то новое. Оставить в прошлом свою десятку мечей. То, что вас перестало удовлетворять. То, что вас не делает по-настоящему счастливой. То, что вас держит, и вы тормозите, и не можете развиваться дальше. За что-то вот зацепились, как якорем, за корягу. И не можете это отпустить. Ставьте точку, отпускайте и идите в новое. Только поставив точку по десятке мечей на дне колоды, вы можете идти в новое. И перед вами пути открыты. И очень скоро вы это поймёте сами. Вы поймёте, что жизнь, может быть, уже понимаете. Раскрывает для вас новые двери, новые возможности. Возможности обновления, возможности возрождения. Более того, на дне колоды вышел маг. Посмотрите, у нас на дне колоды маг, который нам свидетельствует о том, что вы просто всесильны, вам подвластно всё. И взять себя в руки, и обновиться, и забыть прошлое, если оно угнетает вас, отпустить его, и вообще забыть о прошлом. Нельзя держаться за прошлое. И идти вперёд, вам просто необходимо обновление. Ещё по аркану шут я могу отметить, что относитесь ко всему проще. Помните, что все проблемы в жизни, все обстоятельства сложные, приходящие. Завтра будет новый день. Завтра будет новая возможность построить что-то новое. Какие-то ошибки свои исправить. Новая возможность на новое счастье, на новую любовь. Завтра будет новый день. И нужно проснуться, поблагодарить Вселенную Господа Бога за то, что вам дана такая возможность и дан ещё один день жизни на этой земле. И идти вперёд, не оглядываясь назад. Вот такой получился у нас замечательный расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за тёплый комментарий под моим видео. Ещё раз прошу вас подписаться на мои ресурсы, другие, кроме Ютьюба, которые представлены под каждым видео на Ютьюбе. Я вас всех целую, люблю, уважайте, любите себя, цените себя и будьте счастливы, мои дорогие. Защита и покровительство высших сил всем нам и мирного неба над головой. Пока-пока, мои дорогие цены. До следующего расклада. Субтитры создавал DimaTorzok